Всем привет! Это подкаст «Сонный паралич», подкаст, который помогает вам спать. У микрофона Максим Харитонов, и, к сожалению, мой соведущий уже две недели не выходит на связь. И изначально этот подкаст был его идеей, а меня всегда интересовали машины. Поэтому, пока его нет, я решил попробовать сделать подкаст, который интересует меня. Всем привет! Это подкаст «От нуля до ста». Это подкаст, который помогает вам передвигаться. У микрофона Максим Харитонов, и тема нашего сегодняшнего подкаста — магия двигателя Toyota Land Cruiser D3. Всем хорошей дороги! Погнали! Мощность и темперамент машины Toyota Land Cruiser D3 включает в себя 216 кубов качественного двигателя, 13 лошадиных сил и 26 оборотов вокруг. Качественная трансмиссия, подвеска, тормозная система DM3 позволяет обеспечить сцепление с дорогой даже в самых ужасных погодных условиях. Эксплуатационные показатели в норме. Тип кузова — седан, 216 тип третий. Это китайская модель, но, сами понимаете, китайцы сейчас впереди планеты всей. Разгон от нуля до ста за 7 секунд, но у меня получилось за 6. Машинка 2005 года, но при этом сохраняет свои потрясающие характеристики. 2005 3 3 12 96. Снаружи кузова запасное колесо диаметром 19 дюймов. Подходит универсально для всех моделей Toyota Land Cruiser. И у нас в гостях обладатель этого автомобиля — мой хороший друг, инвестор, широко известный в узких кругах — масон Стиви. Стив. Привет, Стиви. Рад тебя слышать. Здравствуй. Давно не виделись. Стиви, у тебя два года эта машина. За два года можно составить впечатление о машине. Как тебе этот автомобиль? Знаешь, мне нравится эта машина. И вообще, как автолюбитель, больше всего ценю, как звучит автомобиль. Я имею в виду аутосистему. Да, я люблю слушать музыку. А, ну вообще у нас тут больше подкаст про автомобили. Например, вот под этот трек я люблю смотреть в зеркало заднего вида на неудачников, которые остались позади. Под этот трек мне нравится ехать навстречу со своими родными, любимыми людьми. Под этот трек я люблю гонять по ночному городу. Именно под эту песню меня лишили прав. Я даже только месяц поездил всего. Все остальное время просто слушал музыку после того, как лишили прав. Я верю, что скоро тебе вернут права, и ты сможешь вернуться на большую дорогу. Надеюсь, в твоей жизни будет меньше крутых поворотов. Удачи на дорогах, Стиви! Привет, как дела? Привет, а ты откуда? Я на самом деле не помню, что со мной было последние пару недель. Когда мы послушали твой репортаж из леса, мы испугались всей командой. Мы очень переживали за тебя. А откуда у вас запись моего репортажа? Она была только у меня на телефоне. Я просто бегаю по утрам в этом парке. Я бегал и увидел, что ты лежишь, и я просто забрал у тебя телефон, ну, чтобы никто не украл, и побежал дальше. За это время я подготовил тему сегодняшнего выпуска. Угу, расскажи. Тема выпуска Зевота. Зевота — это рефлекторный дыхательный акт. Происходит у многих млекопитающих при утомлении, ухудшении работы сердца и сосудов, отсутствии мышечной активности, пребывании в душном помещении, а также в сонливом состоянии. Еще Зевота заразительная. Также Зевком называется ошибка в шахматах. Поэтому если ты видишь, как кто-то ошибается в шахматах, то ты тоже ошибешься. Поэтому лично я играю в шахматы только с закрытыми глазами. В слепую. Кстати, как у вас дела? На ощупь. Мы придумали для вас способ поднять ваше настроение. Я подготовил для вас инструкцию, которая в 60% случаев повысит ваше настроение. В 63%? Все мы любим розыгрыши. Откройте список контактов телефона и выберите случайный номер. Позвоните по этому номеру и начните зевать во время разговора. Ваша задача, чтобы ваш собеседник начал зевать в ответ. Средний зевок можно определить как плавный переход из высокого звука в низкий. Проще говоря, откройте рот, сделайте звук, что-то среднее между А и О, и изобразите падающий самолет. Дай я попробую. Да, примерно так. Мы проверили этот розыгрыш на 100% людей. 63% зевнули в ответ, 27% не зевнули, и 10% воздержались. Если ваш собеседник зевает в ответ, вы добились своей цели. Пришло время нашей регулярной рубрики. Мы следим за музыкальной индустрией, и каждую неделю включаем вам самый популярный трек в мире. На этой неделе самый популярный трек в мире группа Call 911. Трек «Машины». Так, давай быстрее двигаться дальше, потому что я записался на курсы фотографии спящих животных. Поэтому мне скоро надо будет идти. Ты ходил уже? Да, я уже сделал несколько фотографий. Сейчас покажу, если хочешь. Итак, первая фотография — кошка. Да, качественная фотография, матовая. Факт про кошку. Кошки спят по 17 часов в день. Да, собаки не спят вообще. Они притворяются. И когда к тебе во сне кто-то подойдет, собака укусит его. Этим собака лучше кошек. Вот следующая фотография. Смотри, это медведь. Интересно, где ты его сфотографировал? Наверное, в зоопарке, да? Вот еще посмотри, это лошадь. О, это же фотка спящей лошади. Да, это действительно лошадь. Кстати, у нас в гостях Павел Бандит. Я Павел Бандит. Я контролирую ваш подкаст, чтобы в нем не было ничего противозаконного. По моим меркам. Привет, Паша, что делаешь тут? Да, я вам хотел рассказать про свой сон вообще. А, ну да, у нас же подкаст про сон. Очень интересный сон, мне как-то снился. Меня очень раздражал мой сосед по общежитию бандитскому общежитию. Ну, у нас есть общежитие бандитов специальное, потому что бандиты не должны жить по отдельности. Они должны составлять что-то общее, какую-то общую силу, братство бандитское. И контролировать друг друга в том числе. Поэтому я в комнате общежития живу вдвоем с бандитом другим. У него даже есть повязка на лбу специальная. Это обозначает, что он стал бандитом ровно два года назад. Когда исполнилось год с его становления бандита, он получил напульсник. Но так как уже целых два года, то есть год он проходил в напульснике, он не должен был его снимать, даже если он делал какие-то бандитские дела. Этот напульсник все равно был с ним. И он уже довольно-таки потрепался за год. Поэтому ровно через год, то есть на годовщину его бандитства, ему выдали повязку на лоб. А этот напульсник, который у него был, он просто повесил над своей кроватью. Он висит у него, то есть хорошо себя чувствует. Иногда смотрит на него. Так вот, есть у него еще тапочки. На одном тапке написано «плохой», а на втором тапке написано «негодяй». То есть это тоже тапочки он не просто так получил. Он выиграл их по репосту. Почему я вел? Он меня раздражал очень сильно. Он говорит, что ему в целом в этом общежитии тесно. Он чувствует, что он уже более крутой бандит, чтобы жить в общежитии. Он говорит, что это общежитие для лохов, для лохов-бандитов. Он крутой бандит, поэтому он хочет уже жить на отдельной съемной хате. Поэтому он ходит, все время нудит, что-то в этом общежитии, вот эти бандиты на каждом этаже. Это все меня очень раздражало, очень раздражало. И я не знал, как с ним поговорить об этом. Поэтому просто ночью мне приснился сон. Возможно, в этом сне был какой-то ключ для общения с ним. Я сейчас думаю над этим. Возможно, нужен какой-то сонник, конечно, специальный, чтобы растолковать этот сон и знать, как поговорить с ним на эту тему. Сон был таким, что мой сосед сидит у себя на кровати, смотрит на свой напульсник, который висит у него над кроватью. Потом подходит к шкафу, который у двери, открывает шкаф. Там висит вместо... Ну, там висит классический костюм, конечно, его, потому что он иногда ходит в классическом костюме. Но рядом с классическим костюмом висит большой ростовой костюм петуха. Ну, и также голова такая вот, голова петуха, которая надевается на него. То есть, просто птица-петух с улыбкой даже на лице, на вот этой башке петушины. Там улыбка запечатлена. То есть, это добрый петух в целом. Но он эту улыбку срывает с этой головы. Ну, там она просто пришита, улыбка. И пришивает ее другой стороной. То есть, это уже не улыбка получается, а такая злая гримаса петуха. То есть, он показывает, что все, этот петух был добрым, но стал злым. Надевает на себя, выбегает во двор и начинает распугивать шумящих детей во дворе. То есть, он, получается, вбегает из подъезда и вот так вот делает... И дети на площадке такие... И убегают. Он смотрит ему вслед и вот так вот трясет, головой качает. То есть, с одной стороны, это как будто петух просто, ну, как будто клюет что-то с пола. Но нет, он качается, как будто под бит. Под какую-то гангстерскую песню. Возможно, это был Асапферг. А вам, парни, нравится Асапферг и его биты? Особенно вот этот его трек, который начинается вот так вот. А потом... Да, это не самая моя любимая песня, но мне она очень нравится. Мы знакомы с Павлом давно, он еще... Он очень давно занимается криминалом и много сидел в тюрьме. В первую очередь из-за того, что он взял себе псевдоним «Бандит». Из-за этого его было легко вычислить среди обычных людей. Я Павел Бандит. Кстати, Павел владелец и спонсор этой студии. Раньше в этом помещении было казино, потом, когда казино стало незаконно, была парикмахерская. Сейчас студия подкастов, потом будет юридическая компания, потом, когда она разорится, будет пекарня. Подписывайтесь на нас везде, рассказывайте друзьям. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!